Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я даю комментарии на выступление Невзорова, он называется уроки атеизма. Так, о сиянии серебряной калоши. Я тут на два его ролика отвечаю, потому что у него идет сплошное повторение. Одно и то же, из ролика в ролик. Ну то есть, у неверующих-то ничего нету. Ну один раз выматерился, а даже эти матерки у неверующих одни и те же. Где-то не больше, чем 20 слов употребляют. Люди вообще сегодня скучные. Я потом покажу, как даже в именах, в названиях, во всем, трафарет. Везде улица Ленина, везде партизанская, социалистическая. Вот у мужчин по церковному календарю примерно 750 имен. Употребляется не более 33. Я специальное исследование провел. Ну посмотрите, какой процент. Даже больше 10% не бывает. Везде Владимира Николаевича, везде Михаила. Иванов, даже и то стало мало. У женщин меньше. У них 250 имен. Ну а в жизни встречается, ну не больше 25. Ну никакой фантазии-то нету. И не надо даже придумать. У меня старший брат Самуил, я Игнатий. Следующий брат Яаким. У меня дядя были. Филарет, Амос, Эммануил, Макарий. Имена-то где ты найдешь это? Как Климент Ефремович Ворошилов. Где Климент и где Ефрема? Ну Иосифа найдешь еще. А Виссарион где? Это просто к слову хочу сказать. Мы во всем абсолютно скудные, скучные. Никакой фантазии нету. И вот здесь о Серебряной Ча. Калоши, говорите, ну что про Андрея Рублева, но рассчитывают на невежество. Да кто что может сказать? Хорошо об этом очень написал Салаухин Владимир. Когда он в музее рассматривает иконы. Да, в самом деле все примитивно, так есть, но люди это оценят. Как можно над этим смеяться? Я не сторонник такой иконописи. Мне нравится вот это разнообразие у католиков. Но я православный. Говорит, вопрос с повестки снят. Ничего нельзя было изменить. Строго по канонам. Предельно примитивное начальное искусство. Было на том и заморожено. Согласен. Да еще мало того, когда перерисовывает сегодня, никаких точек не делает. Смотреть даже боязно. Нарисует ухо где-то воздействие на щеке. На что похоже. Ну соглашается с этим. Грубым шантажом. Это вы говорите о муромских Петре и Февроне. Заставляет на себе жениться. Для православного уха такие слова просто режущие. Ну а в действительности так и было. Так и было. Я насчитывал жития все до одного 12 томов. И составлял на них каталог. Так что мне пришлось 10 раз пройти все 12 томов. Выискивать по словам, по отдельным симфонию создавать. Здесь просто надо смотреть. Не обижаться на это. Вот. А теперь что оказались в одном гробе и дальше уже по этой грязи, по муромской они. Даже слова-то до того грязные. Неуважение ни к святым. Вы видели там грязь какую-то? Да нет. Не видели. Откуда? Да она на языке у вас грязь. Уже умершая, никому не сделавшая зла, почитаемая многими людьми, для вас это не существует. То есть вы где-то по всей вероятности перешли эту грань. Когда благодать Духа полностью отступила от вас. Я за вас молюсь, но очень трудно молиться. Я взял на себя вот такое правило молиться ежедневно, чтобы Бог, раба Божия Александра, как-то остановил на этом безумном пути. Остановил его и привлек любовью свою к себе. Везде, говорите, расчет на невежество слушателей. Верить житиям нельзя, столько там на плетенах. Ну, не скажите, что нигде нельзя верить житиям. Да, если даже на плетена, но много есть и правды. Конкретно покажите, вы хотя бы один раз показали, там много на плетена. С чем я не согласен, когда начитывал, я ударял в колокол. Но я не выбросил ни одного слова из житий. Ну, видно совсем неправильно. Не по Евангелию, у меня свет Евангелия. Я два раза ударял в колокол. Но есть вещи вообще неприемлемые. Но они были. Я трижды ударяю в колокол. Обратите внимание. Здесь нарушение всего. Как Афанасий Афонский потерпел там катастрофу. Они проверяли стройку. Это и леса обломились. Ну, и когда его кирпичом завалило, А верующие брали его одежду, выжимали кровь с водой и пили. Кровь. Пили для исцеления. Когда даже кровь животных нельзя пить. Ну, какая там кровь-то, когда может зарозовела. Но нельзя этого делать. В другом месте причастие брали на могилах и оставляли. То есть самое настоящее шаманство. Особенно это в стоглаве говорится. Что если ребенок рождается в рубашке, рубашку брали и клали на престол. И специальное правило стоглава собора, где председателем был 15-летний будущий царь всей Аруси. Иван Грозный. Это правило. Это не выдумано. То есть невежество было ужасное. Даже вообразить нельзя. Когда Дмитрий Ростовский делал инспекционную поездку, проехал там, и он увидел такое невежество, что читать даже не умеют. Попы читать не умеют. На память. Спрашивает у него, где находится у него причастие. Он не может показать даже. Он не поймет, о чем спрашивает. И один только сказал, запас спрашивает. А, запас. И показал, говорит, некий мерзкий сосуд. А святее, ну, ничего нету, как это, запас. Ну, если кто заболеет, чтобы сразу выйти. Так что здесь сопротивляться тому, что говорит Невзоров, ну, просто нельзя никак. Вот так. Что мученичество? Доказывает ли что-то? Конечно, доказывает. Абсолютная верность. Если ничего не доказывает у верующих, значит, она не доказывает ни у Матросова, ни у Гастелла, ни у кого. Тут вы вообще уже, ну, как же ты, безумие одно говорите. Школьница, однако, Мерсена, портрет спасал. Да, она в это верила и сделала, доказывает ее преданность. Преданность. Так. И в другом месте, говорит, ответы на вопросы подпольного атеистического кружка. Тут довольно интересно. Откуда страсть залезать в постель, постоянно муссировать эти вопросы? А кому это вопрос? Кому? Залезаете-то вы. Я сейчас это покажу, и вам никогда это не опроверзу, что именно вы говорите, говорите про себя. Я уже сегодня это узнал. Узнал не где-то, а на молитве. Слушайте внимательно. Вы говорите. Можете еще раз прочитать. За скотоложество положено отлучение эпитимия. Один год. Хорошо. Я вас спрошу. А вы такую книгу видели когда-нибудь? Вот такая. Называется книга правил канона семи вселенских девяти поместных соборов и правила святых отцов. Теперь. И открываем первую страницу. Вот книга правил. Вот видите, это у меня она подаренная была митрополитом Виталием. Первый иерархом русской зарубежной церкви. Я сейчас покажу. Даже надпись он мне прислал, когда еще там не было. Вот посмотрите. Эта книга правил не издавалась за годы советской власти никогда. Это то, чем мы должны регламентировать свою церковную жизнь. Священники ее не знают. Я три года потратил, до буковки все разбирая, сверяя, составил симфонию. Из 719 правил, которые ныне действующие, 413 в московской патриархии ежедневно попираются. Так вот, кто имеет доступ к Невзорову, вы ему скажите следующее. В этой книге, вот книга правил, он-то не говорит откуда год. И начинает перечислять заблуд со скотом, со птицей. А почему не сказал с рыбами, с насекомыми? Ну уж давил бы до конца, с бабочками совокупляются. Это уж одуреть надо совсем не понимать. С птицей совокупляются. О чем думал человек писал? Даже ни один безбожник, ни один сатанист этого не делает. И не говорит нигде. Это злоба полностью отняла разум. Так вот, слушайте. За скотоложество, скотоложество, 15 лет отлучения. А он говорит год. Правила Василия Великого, который же правила написал в 307 по 378 год. Седьмое правило и 63-го года. Правила сказали 63-е. 15 лет. Еще правило. На 15 лет и более Григория Низского, жившего, то есть правило написал, что 372-й, 394-й годы. Четвертое правило. А иногда причащали только при исходе жизни Анкирского собора правило 16-е и 17-е. И молиться ему эти годы разрешалось только с бесноватыми. Вы лжец, Невзоров. Вы обманываете людей, которые вам доверяются. Я показываю книгу правил, называю правила. Вы ничего не называете. Златоуст это называл бредней пьяных старух. Какие-то амросевские подстилки подбирайте. Церковь не пользуется тем, что она правила такие не издавала. Нигде этого нет. А вот если женщина легла на мужчину, то тут беда тогда. На 6 лет на мужа. Такого правила вообще нигде нет. Даже бредом нельзя назвать. Это совершенная потеря разума, совести. Так говорить. Вот книга правил. Ну, опровергните. Возьмите книгу правил. Пойдите у любого священника, у вас какой-то Григорий, не пойму кто он, епископ. Скажите, есть такое правило, что жена легла на мужа на 6 лет? Вы сидите и фантазируете, что это у вас непорядок. Видимо не хватает своей жены. Зачем бы лезвие-то вы или жен ложили на себя? Притча Соломона. 26 глава, 11 стих. И как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. И вы из одного ролика в другой, в другой эту блевотину тянете и тянете. Зачем? Вам так много Бог дал. Но раз много дал, много и спросится. Потому что вы свои таланты употребляете во зло своей душе и отравляете ближних. Такой ложью. Пророк Исаия, 19 глава, 14 стих. Это все в Святой Библии. Господь послал в него дух опьянения. И они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Вот большего лжеца я еще не встречал, чем о таких словах говорить. Ни правил таких нету, их никто не слышал. Даже ненавидимые вами попы, даже спившиеся, они никогда не скажут то, что вы говорите. Я все время общаюсь с сотрудниками КГБ, меня преследовали, садили. И никогда обвинений такого не было никогда на верующих. Их расстреливали, но обвинений никогда не было этих. Даже самые безумные красноармейцы никогда не обвиняли в этом верующих. Тут повреждения уже в разу. Проверяться надо где-то. Подмена канонов блевотине невзорова, я так называю, невзирая на его выделение. Потом разберетесь, что я сказал здесь. Ничего того в Библии тоже нет. Книга пророка Исаия 28.8 Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. Я беседую, отвечаю многим людям. Но здесь всего только вот это у меня получается 22 ролик. Ну 20-й невзорова где-то. И у меня уже какая-то тошнотворная такая неприязнь появляется. Что он делает? Я ожидал, что как-то дальше какое-то хоть подсветление будет, ничего нет. Злоба совершенно отняла разум. Потому что не замай, как в древности говорили, не трожь святость. Вы коснулись Христа, коснулись Библии, коснулись церкви. Вот три табу, которые никому не позволено нарушать. Я не говорю о московской патриархии только. Я говорю о церкви вселенской. То, что называется невестой Христа. Ханшество возрастало по мере распущенности. Вы говорите. Согласен. Не надо знать тексты Писания и толкования. Как это не надо? В этом все и состоит. Как это не надо? И толкование святых отцов поясняет, что что-то в пользу науке. Теперь тема мощей. Вы говорите. Были попытки воспрепятствовать скрытию мощей Сергия Радонежска. Некомплектные труслявые скелеты. Я многое могу на эту тему вам сказать. Дело в том, что я за то, чтобы мощи были все похоронены и даже из антиминсов. Нигде ни в Писании, нигде нету в правилах канонов, чтобы раскапывать мертвецов и резать, трупопоклонством заниматься. Христос сказал, оставьте мертвецам мертвецов, хоронить мертвецов, хоронить кто будет, и то уже мертвецы. А о том, чтобы мертвецы раскапывали мертвецов, такая мысль, будто бы Христос даже не знал про это. Хотя, конечно, он все знал. А тут только одно раскопать, резать, расчленять, фаршировать, куда-то вмонтировать. Это язычники этого не делали. Я задаю вопрос, кто слушает из верующих. Скажите, где мощи Антония Великого? Где? Его нет. Видимо, он сделал, как Шаламов пишет, когда было небольшое там восстание, ну и всех перестреляли, но одного не могли найти. И в конце сказали, видимо, он нашел где-то нору, залез туда, из пистолета выстрел сделал, а сам завален, его нигде не могли найти. Воинские части. Нигде. Видимо, Антоний сделал так. Почувствовал смерть, ушел в пещеру, камнями себя заложил, а его никто не нашел. Не прикасайтесь к мертвым телам. Вот 1 сентября, это даты все по старому стилю, память Симеона Столпника. Он умирает и наказывает. Ничего от меня не трогать. И такие наказы многие давали. Но ни один 1173 жития, ни один не говорил, что ну я разрешаю, умру, тогда режьте меня, разносите, если меня канонизируют. Этого нигде не было. Но патриарху он очень нравился. И он решил отщепнуть от бороды одну волосинку. Патриарх. И в Житии Святых написано, рука патриарха тотчас отсохла. Почему сегодня руки не отсыхают? Значит, Бог покинул. Когда мы видим торговлю в храме, вопрос один, Христос был здесь или не был? Если он здесь был, почему не выгнал? Это еще одно доказательство, что церкви архи неблагополучно. И вот эти даже нападки, когда просто о нашей жизни Невзоров говорит, надо принять во внимание это. Я обличаю его, где он лжет против канонов, против церкви. Но то о нашей жизни говорит, за это надо поблагодарить его. Мощи следует все похоронить. Вот мы считаем, Бытие 3.19, запишите себе это, кто-нибудь. Иова 34.15, Экклесиаста 3.20, Экклесиаста 12.7, 1 Маккавейская 2.63, Афанасий Афонский, Житие 5.00 июля, и Антоний Великий 17.00 января. Это все речь идет о мощах. Куда идет дух, а тело прах в землю. Эти места вы можете несколько раз проверить и открыть вот эту святую книгу Библии. Еще раз показываю, посмотрите. Это весомый материал. Некоторые не знают из Библии ничего. Здесь ни одна строчка, ни одна черточка, ни одна буковка не пропала. Небо и земля приедут, исчезнут, но ни одна иота, ни одна черта. Я это сейчас постараюсь доказать. Относительно этого все. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь.